Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, 12 сентября заканчивается. Сегодня Уссурийский суд, а это было по Москве еще рано-рано утром, решил оставить шамана Александра Габовшего в уссурийской спецлечебнице усиленного типа, потому что испугались. Итак, друзья мои, судья Уссурийского райсуда Татьяна Делигиоз. Фамилия, друзья мои, Делигиоз. Делигиоз. С такой фамилией хорошо в аду, наверное. В адском туалете занято кричать, наверное. Ну, я предполагаю, друзья мои. Не знаю, как, есть ли вообще в аду туалеты. Отказала в удовлетворении ходательства психбольницы в Уссурийске о переводе якутского шамана Александра Габовшего психбольницу общего типа. Основания пока неизвестны. Видимо, общественная опасность, в кавычках, Александра не позволила его перевести. Ожидаемо, поскольку Приморский краевой суд полтора месяца назад занял аналогичную позицию. Ну, помним мы этого мерзкого прокурора, эту дрянь в прокурорских погонах. Ну, и теперь мы знаем Таньку Делигиоз. Тоже замечательная судья, которая побоялась за свою толстую попу, что ее там, как сказать, из судейской мантии вытряхнут и вынесут из этого суда. И она перестанет обладать иммунитетом судейским. И перестанет получать все льготы и хорошую зарплату. Даже, видите, у Сурийской больницы врачи сами сказали, что шаман не нуждается больше в их лечении. Нет, суд, видимо, разбирается в психиатрии гораздо больше, чем врачи-психиатры. Ну, друзья мои, это было ожидаемо. И шаман об этом знал. Сейчас у шамана он звонил, хорошее настроение, потому что он знает правду. Он знает, что и когда произойдет. Поэтому еще никогда шаман не был так близко к демону. Он очень близко. Его рука уже, уже, так сказать, ложится на плечо демону и говорит, пойдем, твое время истекло. Лучше бы ты пошел раньше. Но тебе придется уйти сейчас. Уйти с грохотом, с шумом и с позором. С позором. Ну, что ж, друзья мои, печально. И, честно говоря, душа моя плачет о шамане Александре Габышевой. О том, о той тяжкой ноше, которую он взвалил на себя еще вот сколько-то лет назад и несет. И несет ее почти один. Потому что даже наши с вами вот эти вот попытки помочь ему, да, это все хорошо, это все великолепно. Но на самом деле он несет вот эту ношу на своих плечах. Вот этот маленький человек из Якутии. И настолько великий. Гораздо более великий, чем все эти прокуроры, все эти судьи в мантиях. Что вся эта шатия в Госдуме, вся генпрокуратура, весь Верховный суд, вся эта маразота. Не побоюсь этого слова. Все эти мерзкие люди, очень важные люди, очень образованные люди, награжденные орденами и медалями, они не стоят. Да, и дня заточения вот этого великого человека современности, шамана Александра Габышева. Шаман будет свободен. А я думаю, на месте могил многие из них, какие бы они памятники себе не поставили, стоило бы открыть общественный туалет. Да вот, прямо вот на месте могилы открыть общественный туалет. Как бы это ни казалось кощунственно. Особенно на месте носителя, нынешнего носителя, вот этого, так сказать, демонического начала. Вот это уж точно. Прямо с мемориальной табличкой общественный туалет. Даже может быть за деньги. Потому что покойный очень любил деньги. И поэтому хотите почтить его память, зайдите и заплатите хорошую цену. Я думаю, найдется очень много желающим. Даже, даже задорого сходить в этот туалет. Кощунство, без сомнения, без сомнения. Но большего, вот, большей памяти он не заслуживает. Все, драгоценные мои друзья, пока счастливо.